Августовская педагогическая конференция открылась на Ринмаре. Традиционно она предваряет начало учебного года. В этот раз почётным участником конференции стал помощник президента Андрей Фурсенко. Основной темой обсуждения — новый закон об образовании, который вступит в силу с 1 сентября 2013 года. Теперь в новом законе прописаны все нововведения, которые годами внедрялись в систему образования, но не были задокументированы. Это значит, что долгожданный документ в одночасье не изменит всё, к чему мы давно привыкли. В новом законе постарались убрать противоречия и дали больше свободы для развития. Главное, что в этом законе, мне кажется, сделано, это то, что он сделал жизнь людей в образовании, не только для тех, кто учится, но и для тех, кто учится, более комфортно. Он был нацелен на то, чтобы людям было лучше, работалось лучше, училось в этой сфере. Обсуждение закона и отчёт о готовности учреждений к новому учебному году — важная часть августовской конференции. Но перед этим время подвести итоги и узнать, кто же в этом году получит грамоту Министерства образования и станет почётным работником в своей сфере. Среди прочих награду заслужила Светлана Лудникова, учитель начальных классов второй школы. О том, как она пришла в профессию, помнит и сегодня. Я не скажу, что я прям мечтала быть учителем всю жизнь, но так получилось, что после школы я работала в детской библиотеке на младшем абонементе. И мне очень нравилось общаться с детьми младшего школьного возраста. В своей профессии Светлана предана более 20 лет. Признаётся, с каждым годом условия труда только улучшаются. Об этом на конференции немало говорили представители власти. Мы все прекрасно понимаем, что у нас ещё много чего нужно сделать и в плане социальной, материальной поддержки. Это нужно делать, потому что то, что вы делаете, это дорогого действительно стоит. И вот на это, вот на это жалеть безусловно не нужно средств. Губернатор Нейнского округа Игорь Фёдоров отметил особую ситуацию в населённых пунктах региона. Чтобы жило село, в первую очередь, нужна школа, детский садик. Поэтому принципиально вместе с депутатским корпусом мы приняли решение, что те здания, которые порой находятся в очень плохом состоянии, надо менять. И мы практически в каждом населённом пункте строим школу, детский сад. В разной степени готовности этот процесс находится, но результаты на самом деле впечатляющие. Работа конференции продолжается. Педагогам предстоит обсудить ещё много организационных вопросов, чтобы, как всегда, с новыми силами и улыбками встретить своих учеников 2 сентября. Екатерина Гончарова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».